Доброе утро! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Елена Бабкова и главное сегодня. Тюремная клетка для омской кукушки, нерадивую мать, по вине которой из окна выпал ребенок, могут отправить в колонию. Первое судебное заседание уже через несколько часов. Несломленный генерал в России вспоминают подвиг Дмитрия Карбышева, как в Омске почтят память великого земляка. Кружева, от которых закружится голова, наряды по цене автомобиля и советская классика. Омским влюбленным показали, как с размахом отметить главное событие в жизни, что еще в моде в индустрии свадеб. И трехлетние малыши и звезды спорта на лыжне России. Горячий репортаж Ольги Колесник со снежной трассы. Старт упал, но он все-таки будет! Курьезы и эмоции от самой массовой лыжной гонки. Сегодня день памяти генерала Дмитрия Карбышева. Он погиб ровно 74 года назад. Легендарный герой родился в Омске, прошел 7 концлагерей. После отказа сотрудничать с фашистами был зверски замучен. Его вывели на мороз и обливали холодной водой. В память о генерале названо более 150 улиц. По всей стране установлено 20 памятников и мемориальных досок. Его имя присвоят и Омскому аэропорту. Он набрал больше всего голосов в конкурсе «Великимина России». Но сегодня в сквере имени Карбышева пройдет акция памяти. В три часа дня здесь соберутся ветераны войны и тыла, школьники и студенты учебных заведений города. К памятнику героя они возложат цветы. За оставление маленьких детей в опасности может отправиться в колонию на год. Мировой суд советского округа начал рассматривать громкое дело о Мичке, бросившей четверых детей. Сегодня первое заседание. Напомню, ЧП произошло в ноябре. 28-летняя мать Кукушка отправила двух дочерей и сына на лечение в профилактории. А двугодовалую малышку оставила одну в квартире знакомых. В итоге кроха выпала из окна второго этажа и чуть не погибла. Девочка упала в сугроб. Малышку вовремя заметил случайный прохожий. Медики оказали ей всю необходимую помощь. А вот горе мамаша с судьбой дочери так и не поинтересовалась. Когда она пришла в полицию с повинной и сказала, что детей оставила сознательно. Сейчас обвиняемой грозит не только тюремный срок, но и лишение родительских прав. Однако этот пункт девушка планирует оспаривать. Уверяет, что одумалась и хочет сама воспитывать детей. 26-летний Амич, по вине которого произошла авария с возгоранием автомобилей, был пьян и лишен водительских прав. Сотрудники госавтоинспекции продолжают устанавливать подробности ДТП, в котором пострадали пятеро человек. ЧП произошло накануне на улице 70 лет октября. Как удалось выяснить полицейским, 26-летний водитель Тойоты выехал на встречную полосу, где на большой скорости столкнулся с «Шевроле Кобальт». Обе имномарки загорелись, на место прибыли пожарные полиции. 48-летнего водителя «Шевроле» в тяжелом состоянии, четверых его пассажиров доставили в больницу. По данным полиции, виновник аварии, владелец Тойоты, был сильно пьян. К тому же, ранее его уже лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Вместо спортзала может отправиться в тюрьму любитель бодибилдинга из Омска. Мужчина заказал через интернет партию запрещенных стероидов из Белоруссии. При получении бандероли на почте его задержали силовики. По заключению экспертов, изъятое вещество содержит в своем составе анаболик, который способствует быстрому росту мышц, но при этом имеет и негативное воздействие на организм. В первую очередь, под ударом оказываются печень и суставы. Добавка также может вызывать збои сердечного ритма и разрушать желудочно-кишечный тракт. Омская таможня завела уголовное дело за незаконное перемещение сильнодействующих веществ. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере 2 миллиона рублей. В Омске сегодня заработала горячая линия по школьному питанию. Две недели родители учеников смогут звонить и задавать вопросы специалистам Роспотребнадзора по поводу продажи продуктов через автоматы. В том числе об их наполнении, стоимости, роли администрации школы в организации и родительском контроле. Также специалисты колл-центра принимают жалобы. Работает горячая линия с 9 утра до 6 вечера по телефонам 32-62-09 и 32-62-11. Омский велотрек стал идеальным местом, чтобы спланировать свадьбу от и до, начиная с выбора обручальных колец и платья невесты и заканчивая рестораном, томадо и декором. На спортивной арене развернулась региональная выставка праздничной индустрии «Ваша свадьба-2019». Это уже 11-я по счету выставка, призванная укрепить институт брака и помочь будущим супругам правильно организовать первое торжество. Денис Жарков узнал все о свадебных тенденциях этого года. С чего начинается подготовка к свадьбе? С выбора платья невесты. И этот роскошный наряд сразу приковывает взгляды. Ирландское кружево, ручная работа, стоит как автомобиль. Объясняется это трудоемкостью. Если мастерица будет работать в одиночку, уйдет не один месяц. Ничего подобного омские модницы еще не видели. Мне просто интересно, как воспринимает город Омск такую новинку на рынке. Это необычные платья. Дело в том, что они придуманы по старой технологии, но с новыми улучшениями. Мы придумали новые манекены для того, чтобы делать великолепные вот эти свадебные платья в пол. На фоне роскошных платьев, стильного декора и блеска ювелирных изделий резко выделяется вот эта советская квартирка. Газеты на стене, салфетка на радиоле, чемоданы под койкой. Всегда найдутся оригиналы, которым подавай свадьбу не как у других. Самое популярное, наверное, это классика. Что-то с цветочками, что-то романтичное, красивое. Но часто просят сделать какую-то сказку, какой-то спектакль, какую-то тематическую вечеринку. Советский стиль, он стал очень востребован почему-то в последнее время. Люди либо соскучились, либо люди, которые в этом жили, заработали кучу денег и готовы себя опять окунуть в этот стиль. В любом антураже есть место сказки. Среди популярных развлечений выступления иллюзионистов. Фокусы, в принципе, всегда были, есть и будут востребованы. Голода карта, покажу, что карты все абсолютно обычные, что все честно. Что самое интересное, можно взять абсолютно любую карту. Дамо-пик, допустим, та же самая. Можно взять карту, убрать, скажем так, и убрать серединку. И сделать очень простое движение. Раз, и... Как вы понимаете, Дамо-пик уже будет сверху. Иногда настоящие чудеса приходится демонстрировать и тамаде. Константин Бодров четыре часа развлекал гостей без электричества. Выручили ноутбук с блютуз-колонкой, находчивость и чувство юмора. Оставшийся неудел диджей сидел на телефоне, искал электрогенератор. Нам удалось не только спасти нашу свадьбу, но и спасти еще одну свадьбу, которая была в соседнем зале. То есть мы запитали два зала и столько слов благодарности, как тогда и не слышал никогда. Столько искренних объятий, улыбок, слов спасибо. Это была вот самая такая эпичная свадьба, самая трудная. Но в то же время мы с достоинством вышли из этого положения. По словам организаторов, все свадьбы разные, но объединяет их одно. Сейчас молодоженам хочется, чтобы все было традиционно, но при этом свежо и современно. И главное, никаких банальных и пошлых конкурсов, только по-настоящему интересное развлечение. Видео с такой свадьбой не стыдно будет и детям показать. Денис Жарков, Сергей Гаврилов, 12 канал. В Омске впервые пройдет фестиваль моноспектаклей. Этот жанр считается высшим пилотажем актерского мастерства. Артист выходит на сцену и один в течение часа держит внимание зрителей. Пять постановок готовят актеры лицейского театра. О чем они пока секрет. В Тюзе ставят спектакль по рассказу Валентины Осеевой «Кочерыжка». В его основе история мальчика, одного из множества детей, обездоленных войной. В постановке затронут вечные темы. Это жизнь, смерть, любовь и сочувствие. Омская драма покажет постановку «Как я съел собаку» по произведениям Евгения Гришковца. Победителей, проигравших среди участников, не будет. Соревнования организаторы решили не устраивать. Главное это то, что у артистов появится возможность выслушать мнения и советы критиков и зрителей. Точное количество моноспектаклей неизвестно, а заявки еще принимаются. Фестиваль стартует 1 апреля. Все на лыжи. Около 8 тысячи мячей приняли участие в самой массовой гонке страны «Лыжня России». Она прошла на стадионе Аграрного университета, а также на лыжных трассах в 17 районах области. Особенность этих соревнований. На старт выходят все желающие. Как дети, для них дистанция всего 300 метров, так и звезды спорта. Среди них в этом году оказались олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов и серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Яна Романова. С лыжной трассы репортаж Ольги Колесник. Всем физкульт-привет. Сегодня наш репортаж «Лыжня России» будет очень таким обильным. Поэтому предлагаю вам понаблюдать за тем, как это было. Но вот прямо за мной сейчас стоит главный судья соревнований. Алексей Васильевич, вы, наверное, сейчас будете настраивать вот эти необычные часы. Давайте поближе к ним подойдем. Идет обратный отчет времени. До старта остается 3 минуты 30 секунд. Ровно в 12.00 по стартовому табло будет дан старт первому забегу. Секунды уже бегут, поэтому ждем старта. Дима! Меня стартом придавило! Старт упал, но он все-таки будет. Три, два, один, старт! Ну, самые интересные участники, конечно же, всегда очень сильно привлекают внимание. Это самые маленькие. Им сегодня предстоит преодолеть 300 метров. И на дистанции мы встречаем очень необычных бегунов. Скажите, пожалуйста, вы без лыж, да? Да. У вас вот на санках лыжи прекрасные, да? Да, очень здорово. А вы думаете, это по правилам? Вы ему ускорение придаете? Так, может, чтобы не быть последними? Давайте не останавливайтесь, а то вдруг у вас еще есть возможность победить. Вот здесь на трассе будет работать вот такой снегоход. И он даже будет выполнять функцию такой, наверное, скорой помощи. Если вдруг кому-то из лыжников на дистанции станет не совсем хорошо, то вот специалист будет с радостью помогать всем ребятам. Можем на вас надеяться рассчитывать? Даже могу обеспечить какую-то быструю экстренную помощь медицинскую. Вот такие у нас многофункциональные специалисты на лыжне России. Ну, а это уже старт на 5 километров. Ооо! Вот смотрите, какие активные болельщики. Пока все наши спортсмены на трассе, они здесь. Добавляют азарта, эмоции. Какие вы еще там приготовили слова интересные? Давайте покричим, чтобы спортсменам повеселее было. Лыжники ОНХП! Вы быстрее всех везде! Смотрите, здесь есть белка, только она буксует. Не может пойти. Давайте я вам помогу. Просто она без лыжки очень скользкая. А вообще она поддерживает всех лыжников. Фотографируется с ними. Хотите фото сделать? Ура! Встречать каждого. Конечно, это шутка, но в принципе, ну, наверное, так и получается. И я очень рад, что сегодня столько людей, которые действительно болеют друг за друга. Которые радуются и погоде прекрасной, и хорошему настроению. В общем, вот такая сегодня лыжня России. Каждого финиширующего практически встречает министр спорта. Ну, а сейчас на старте самые отчаянные мужчины, которые собираются преодолеть целых 10 километров. Ям Софиенко! Ям Софиенко мьется! Отдышались? Скажите, ну у вас такая интересная борьба до самого финишного, до самого створа получилась. Благодаря чему именно вы финишировали первым? Ну, почувствовал, темп не свой, шли всю гонку. Как бы легко. Ну, и где-то за полтора километра начал натягивать, натягивать. И группа просеялась. Ну, и финиш все решил. Победительница, Грияны, преимущество второй год подряд! Ну, а вот победительница в таком прекрасном белоснежном костюме. Сегодня вы королева трассы. Расскажите, как удалось прибежать самый первый к финишу? Ну, было очень тяжело и отдала все силы этой гонке. От силы сердца хочется пожелать всем вам не оставаться в стороне. Ну, вот и закончилась лишняя Россия. Мы желаем всем удачи и тем, кто еще не решил стать на лыжи и пробежать лишнюю гонку. Обязательно сделать это уже в следующем году. Ну, а с вами была Ольга Каприсович. Ольга Каприсович и вся Россия! До новых встреч, друзья! До любительства! До новых встреч! Впереди еще прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях, Вконтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. И элитные топчаны, и обычные диваны распродаем. Мебельный рынок «Южный». С 11 по 22 февраля скидки до 50% на мягкую мебель. Избавят от напряжения в суставах в считанные минуты. В сети магазинов медтехника и аптеках города появился новый ультрасовременный аппарат «Алмак плюс». В использовании он прост и удобен даже для детей. Управляется всего парой кнопок. При этом устройство может работать сразу в нескольких режимах. Подробности в нашем материале. Здесь растят чемпионов уже больше 30 лет. Воспитанники спортклуба «Ермак» — он расположен в Доме культуры «Современник». Не раз завоевывали золото на престижных всероссийских и даже международных соревнованиях. И речь идет не только о молодых ребятах. Свою хорошую физподготовку профессиональным бодибилдерам зачастую демонстрируют люди почтенного возраста. Поддерживать мышечный тонус при неслабых физических нагрузках им помогает современный аппарат магнитотерапии «Алмак». Им пользуется и руководитель клуба, тренер Михаил Неудахин. На протяжении вот этих 10 лет постоянно используем его и дома, и на даче. Он у нас как палочковая ручалочка. «Алмак» позволяет поддерживать все основные суставы. Плечи, локти, колени, тазобедренные суставы и особенно позвоночник. О целебных свойствах «Алмага-01» на мече знают не понаслышке. Прибор не просто обезболивает, а лечит воспаленный очаг. Теперь у него появился еще и модернизированный брат. Главным преимуществом нового аппарата «Алмак-плюс» является наличие трех режимов воздействия, в том числе детский режим и специальный противоболевой, противовоспалительный. И возможность применять уже на два места одновременно. В «Алмаге-плюс» удачно сочетаются портативность и эффективность. Приобрести его можно в магазинах сети медтехника. Наталья Роглева, Екатерина Балучевская, Дмитрий Хромцов, 12-й Канад. И в завершении выпуска о погоде. Сегодня 18 февраля по области в Омске пасмурно, снег. Температура воздуха в районах днем 8-10 градусов холода. В Омске столбики термометров опустятся до 9 градусов со знаком минус. Ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. На этом пока все новости. Увидимся в 14 часов.